За последние несколько лет по миру прокатилась волна странных событий, которые вызвали много вопросов. В четырех американских штатах землю раскололи гигантские трещины. На востоке Африки образовался огромный разлом, а тектонические плиты ведут себя не так, как того ожидали геологи. В Турции после землетрясения образовался разлом шириной 200 метров. Это дошло и до России. В Краснодарском крае на побережье обнаружили огромные трещины в земле, которые постоянно растут. Похоже, ученые и сами не знают, почему это происходит. Или все-таки знают. И почему для Турции еще не все кончилось и нужно ждать новых землетрясений. Что происходит? Наверное, сложно найти человека, который никогда бы не слышал о разломах земной коры. Ведь этот вопрос изучают в школьном курсе географии. Да и на просторах интернета, в книгах, в СМИ нередко встречаются упоминания о них. Но лишь немногие знают об их опасности, которые они несут, а также о самых крупных разломах, способных уничтожить целые города. Один из таких разломов продемонстрировал свою силу в Турции, где были разрушены тысячи домов. Ученым давно известно, что территория Турции находится в сейсмоопасной зоне, на стыке двух литосферных плит. К примеру, немецкий исследовательский центр занимается сейсмическим мониторингом в этой зоне еще с 1980-х годов. Данные показывали, что риск землетрясения крайне высок во всем регионе вокруг Мраморного моря. Более того, за последнюю четверть века в Турции было больше пяти землетрясений с магнитудой 7 баллов и выше. Однако землетрясение, которое произошло 6 февраля 2023 года, стало неординарным сейсмологическим событием не только для Турции, но и всего мира, по которому прокатилась волна землетрясений. Но с чем это связано и насколько это грозит последствиями не только для Турции, но и другим регионам? К землетрясению в Турцию мы вернемся чуть позже, а пока поговорим про США. Местные жители Аризоны, Калифорнии, Техаса и прочих регионов юго-западной части Соединенных Штатов начали замечать странные и огромные трещины, которые раскалывают землю. Впервые о них стало известно еще в далеком 2002 году, но сейчас ситуации придали большую огласку. За последние месяцы только в южной части Аризоны геодезисты обнаружили десятки глубоких трещин общей продолжительностью около 300 километров. С каждым днем таких разломов становится все больше, а их общее количество по всей территории США неизвестно. А это та самая трещина в Кении. Вот такие эпичные видео и фотографии циркулировали по всему интернету в 2018 году. Недалеко от столицы Кении, Найроби, после обильных ливней образовалась гигантская трещина до 20 метров в ширину, до 15 метров в глубину. И все это протянулось на несколько километров, в том числе поперек автострады. Причина образования разломов очень проста – движение литосферных плит. В одних местах плиты ползут друг на друга, в других расходятся, а на границах этих перемещений образуются активные зоны. И хотя плиты движутся невероятно медленно, до 10 сантиметров в год, они доставляют немало неприятностей людям, выбравшим такие места в качестве постоянного места проживания. Но являются ли трещины в США и Кении следствием одной и той же проблемы движения плит? Так вот, что касается Кении. Геологи тогда сразу разъяснили, что это лишь малое проявление процесса, который идет уже миллионы лет не только в Кении, но и в Эфиопии, Танзании и Мозамбике. Этот процесс заключается в постепенном разделении литосферных плит. Но границы между ними образовались вулканы, и вообще происходит сильная геологическая активность. Там происходит так называемый восточно-африканский разлом. По прогнозам ученых, все идет к тому, что движение сомалийской плиты оторвет восток Африки от остального континента, и эта его отделенная часть на время станет островом, а потом ударится в аравийскую плиту. А вот в США произошло нечто другое. По словам сотрудников геологической службы Аризоны, трещины нельзя назвать естественным образованием. Массовое проседание грунта и смещение почвы спровоцированы деятельностью человека, которые буквально обескровливают Землю, так как свыше 80% известных случаев проседания грунта – следствие использования подземных вод. Люди выкачивают воду из недр планеты намного быстрее, чем Земля способна восполнить их. Простыми словами, огромные трещины на юго-западе Америки появились, потому что американцы стали выкачивать слишком много воды из-под земли. Но неужели все события в США с трещинами в земле – это только следствие уменьшения подземных вод, и американцам нечего бояться? Если вы когда-нибудь задумывались получить IT-профессию, зарабатывать больше 100 тысяч в месяц, но не имеете опыта, то эта информация для вас. Профессия специалиста по тестированию и ПО сегодня считается одной из самых легких точек входа в IT-сферу. В 2024 году изучение тестирования станет еще более актуальным в связи с растущим объемом программных продуктов и услуг. Каждый день создаются миллионы приложений и программ, которые должны быть протестированы перед тем, как выйти на рынок. Именно по этой специальности в свое время переехало много людей в США, и по сей день эта IT-специальность остается самой простой в освоении. Я рекомендую пройти обучение в образовательной платформе Нетология. Здесь вы будете работать над реальными проектами для реальных компаний, из которых в дальнейшем сформируется ваше портфолио. Все новые навыки вы будете применять на практике, а благодаря онлайн-формату обучение легко совмещать с основной работой или учебой. Но в отличие от многих других онлайн-школ, в Нетологии вас ждут не только видеоуроки в записи, но и живые вебинары, на которых можно задать вопрос и сразу получить ответ. Оплата обучения может происходить в рассрочку, а для самых быстрых сейчас действует скидка 40% на весь курс. Поэтому переходите по ссылке в описании, оставляйте заявку на обучение и меняйте свою жизнь к лучшему. Недавно жители Мексики, проживающие на крайней пустыне, заметили множество трещин в земле. По неизвестным причинам на большой территории образовались глубокие трещины. Ширина трещин в некоторых местах доходила до 3 метров, а глубина – до 1,5 метров. Череда трещин растянулась на несколько километров, и местные геологи сейчас внимательно изучают инцидент. По их данным, эти трещины начинаются в 500 километров от южной окраины знаменитого разлома Сан-Андреас. Думаю, само это название многим знакомо. По сценарию известного фильма «Катастрофы» в городе Лос-Анджелес происходит разрушительное землетрясение. Но отличие этого фильма от многих других голливудских фантазий состоит в том, что в Калифорнии действительно существует разлом Сан-Андреас. Этот разлом уже стал причиной нескольких разрушительных землетрясений. И, как полагают ученые, от него можно ждать и более опасных проявлений уже в ближайшем будущем. Калифорния является одним из самых физически активных регионов США. Именно здесь расположен печально знаменитый трансформный разлом между двумя огромными литосферными плитами – Североамериканской и Тихоокеанской. Плита находится в постоянном движении, а результатом растущего напряжения становится землетрясение. Разлом начинается в 160 км к северу от Сан-Франциско и тянется в направлении юго-востока к Калифорнийскому заливу, проходя прямо под Сан-Франциско и в 40 км к северу от Лос-Анджелеса. В районе этого разлома проходит ряд и других разломов, образуя густую сеть потенциально опасных геологических образований. На Тихоокеанском побережье США уже происходили мощные землетрясения, причиной которых послужили движения земной коры, связанные с разломом в Сан-Андреас. Последнее крупное землетрясение в Калифорнии произошло в 1989 году. В результате семибального землетрясения сильнее всех пострадал город Сан-Франциско, в котором погибли 62 человека и более 3,5 тысяч получили ранения. Ситуация осложняется тем, что Тихоокеанское побережье США является самым густонаселенным регионом страны. В штате Калифорния проживает несколько десятков миллионов человек. Разлом Сан-Андреас проходит в непосредственной близости от городов Лос-Анджелес и Сан-Франциско. Эти новые трещины в США и Мексике послужили поводом для слухов о том, что разлом Сан-Андреас начал увеличиваться и что в скором времени тут произойдут еще более катастрофические разрушения, а потом и вовсе отколется часть Северной Америки. Американские геологи полагают, что в ближайшем будущем в Калифорнии должно произойти сильнейшее землетрясение интенсивностью не менее 7 баллов. Связаны такие опасения с тем, что южная часть разлома Сан-Андреас давно не проявляла мощной активности, хотя небольшие колебания земной поверхности регистрируются в регионе регулярно. При больших перерывах между сильными землетрясениями в литосфере накапливается колоссальное количество энергии, требующей разрядки. Очередное землетрясение, по мнению сейсмологов, затронет Лос-Анджелес, что повлечет за собой значительный ущерб. Поэтому все-таки да, американцам есть чего опасаться. Но давайте подробнее взглянем на землетрясение в Турции и последние исследования специалистов в этой области. Как мы уже знаем, Земля, в отличие от многих других планет Солнечной системы, имеет не монолитную кору, а множество отдельных литосферных плит, которые дрейфуют в вязкой мантии. Обычно они смещаются в год на несколько сантиметров, что является нормальным явлением. Но иногда эти плиты сталкиваются друг с другом. Как правило, после столкновения плиты начинают давить друг на друга, то есть между ними возникает напряжение, которое нарастает до тех пор, пока не начинает превышать их прочность. В результате возникает разлом, или одна из плит начинает уходить под другую, то есть в этот момент происходит разрядка напряжения, и в результате чего плиты резко приходят в движение. При этом на поверхности Земли возникают те самые разрушительные толчки. Именно по этой причине наиболее сейсмоопасными считаются районы, которые расположены на стыке двух литосферных плит, или у их края. Примером является Турция, большая часть которой находится на Анатолийской плите, а юго-запад на Аравийской плите. Между ними имеется глубокий тектонический разлом. Оказывается, сейсмологи еще несколько лет назад говорили, что литосферные плиты на территории Турции фактически сцеплены, поэтому землетрясение было лишь делом времени. Как отмечают эксперты, аравийская плита давит на Анатолийскую на протяжении сотен лет, в результате чего напряжение накапливается. Так как мощных землетрясений в Турции не было давно, скопилось много энергии. Когда эта энергия вышла, плиты разошлись вдоль разлома протяженностью 150 км, причем в течение нескольких секунд они сместились на расстоянии до 3 метров, а в некоторых местах даже больше. То есть Турция фактически сдвинулась относительно Сирии на юго-запад. Согласно последним данным итальянских сейсмологов, смещение плит друг относительно друга произошло не только в горизонтальной плоскости, но и в вертикальной. Часть территории Турции опустилась на 5-6 метров, в результате чего стране теперь грозит еще и затопление. Но что самое интересное, со спутника зафиксировано движение тектонических плит вдоль линии разлома даже после землетрясения, что реально насторожило ученых. В Турции заряженный стык двух литосферных плит разрядился, можно сказать выход энергии произошел, а значит все самое страшное уже позади. Но действительно ли все закончилось? На самом деле нет. Одним толчком землетрясения подобной мощности не ограничиваются. Повторные толчки могут длиться на протяжении нескольких месяцев или даже лет. Как правило, они имеют меньшую силу, но это не значит, что повторение разрушительных толчков исключено полностью. Землетрясение в провинции Хаттай, произошедшее 20 февраля 2023 года, является ярким тому подтверждением. Но больше всего общественность во всем мире напугали сообщения о землетрясениях, которые одновременно стали происходить в самых разных точках планеты, на разных континентах. С чем это связано? Здесь все проще. После подобных землетрясений возникают сейсмические волны, которые несколько раз обходят Землю. Они могут спровоцировать сейсмическую активность в других регионах, которые совсем не связаны с литосферными плитами, ставшими причиной землетрясения. Но самое неприятное то, что они способны спровоцировать вулканическую активность. Получается, что огромные трещины в США, Кении, Турции появляются из-за движения литосферных плит. Но если ученые об этом знают, значит можно спрогнозировать возможные последствия. Дело в том, что ученых давно настораживает в этом процессе одно интересное обстоятельство. По логике и по наблюдениям за аналогичными разломами на планете, геологи ожидают, что две плиты должны расходиться в противоположных направлениях, то есть двигаться как бы перпендикулярно разлому, влево и вправо от него. И так действительно происходит, но вдобавок эти плиты еще и ходят вдоль разлома, то есть параллельно ему. И вот этого смещения вдоль разлома ученые никак не могут понять. Есть два явления, которые в этом продольно-параллельном хождении подозревают. Одно из них это так называемая плавучесть литосферы. Это такое свойство земной коры, благодаря которому она удерживается сверху и не тонет в мантии, точно так же, как айсберги не тонут в воде. И происходит это точно по той же причине, по которой вода выталкивает айсберги. Плотность льда меньше, чем у воды. И соответственно плотность твердой коры меньше, чем у вязкой мантии. То есть и то, и другое как бы выталкивает наружу. И есть версия, что загадочное параллельное движение плит вызывается какими-то проявлениями этой плавучести и этого выталкивания. А второе подозреваемое явление это странный феномен, который обнаружили сейсмологи. Они прослушали, как сквозь нетр земли проходят ударные волны землетрясений. И поняли, что внутри нашей планеты находятся две загадочные исполинские структуры. Чуть более плотные, чем вся остальная окружающая мантия. То есть это какой-то немного другой материал. Он отличается. Один такой чужеродный кусок находится под Тихим океаном, а второй как раз под Африкой. Как уже установили геологи, от них в верхней части мантии под литосферой расходятся потоки мантийной массы. И они двигают находящиеся над ними плиты. Но это уже совсем другая история. Самое печальное во всем этом то, что предугадать возможные последствия таких разломов ученые практически не могут. Собственно говоря, даже сами землетрясения заранее предсказать не могут, не говоря уже о последствиях сейсмических волн. Поэтому остается лишь наблюдать за ситуацией и уповать на лучшее. Надеюсь информация, которую я озвучил в этом видео была интересной. Подписывайтесь на канал, пишите свои комментарии к этому видео и переходите в наш телеграм-канал. Продолжение следует...